В оздоровительном лагере «Солнышко» при 48-й школе отдыхают 30 человек. В году минувшем, в период пандемии, детей было совсем мало. Поэтому и в этом рассчитывали принять такое же количество. Но желающих оказалось больше – на 12 человек. Поэтому заявку на следующий, 23-й, теперь будут пересматривать. Расписание лагеря с 8 до 14.30. Такого, как 10 лет назад до 17 с тихим часом на раскладушках больше нет. Если дети будут находиться целый день, тогда нужно обеспечивать постельный режим. То есть детки должны спать. Но в настоящее время это не представляется возможным. А почему? Потому что необходимо разместить какие-то раскладушки. Нет помещений для того, чтобы поставить раскладушки. Потому что по требованию распотребного дора лагерь должен размещаться только на первом этаже. Уменьшено количество питания. То есть когда кормили три раза деток, то есть был полдник, Тогда время пребывания в лагере увеличивается. Детки находились дольше. Сейчас все опирается в финансирование. Что касается родительской платы, она варьируется. За 21 календарную смену где-то придется заплатить 4,5 тысячи, где-то 5,5. Чем больше развлечений, театр, кино, бассейн, тем дороже. В 48-й сегодня канистерапия. Детки общаются с собаками. Это полный восторг. А еще они здесь рисуют, играют в теннис, шашки, шахматы. В общем, довольны. Много игр, хорошо кормят. 15 минут на улице больше не гуляют. На площадке там, например, 10 минут. Так что все хорошо. Руководство говорит, Женя немного преуменьшил. Гуляют в лагере дольше, чем 15 минут. А вот длится июньская смена 14 рабочих дней. Правда, второе, тем более третье, в дневных лагерях уже почти 8 лет нет. В комитете по образованию пояснили, что педагогам тоже нужен отдых. Так что куда пристроить ученика начальной школы два других летних месяца, для многих родителей вопрос пока открытый. А попасть на июньскую шанс, хотя и слабый, есть. Нерешаемых проблем нет. Если вдруг кто-то из родителей сейчас захочет отдать ребенка, но все равно мы этот вопрос сможем решить. Вообще родители, как правило, с января месяца начинают заботиться о пришкольном лагере, узнавать в школе, будет пришкольный лагерь или нет. И поэтому все вакантные места заполнены. Не можем не отметить, что наряду с детьми из начальной школы в пришкольных лагерях сейчас действуют профильные смены для более старших ребят. Одни находятся на военно-полевых сборах, другие помогают благоустраивать территорию. Правда, период пребывания в школе у них короче. Но зато питание, хотя и разовое, за счет бюджета, причем не родительского. Но и в завершении, в дневных лагерях, сезон сейчас в разгаре. И хотя он завершится уже 21 июня, отдохнуть смогут почти 20 тысяч барнаульских ребятишек. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.